Музыка Тематика протестов не сходит с разных площадок обсуждения. Мы не исключение, мы будем продолжать. Тем более, что на этой неделе мы каждый день говорим об этом и будем продолжать говорить об этом. Но сегодня мы поговорим немного по другим соусам, немного по другим ракурсам. Но вот коммунисты выходят планомерно на протесты, пытаются мобилизовать гражданское общество, пытаются мобилизовать вообще все общество. Но тут возникает вопрос, что общество тоже разное и не все хотят выходить с коммунистами на протесты. И не все могут, может быть, выходить с коммунистами. И не со всеми, может быть, коммунисты даже могут выходить вместе на протесты. Давайте попробуем сегодня об этом поразмышлять с журналистом Олегом Тимошенко. Добрый вечер. Действительно, очень интересная ситуация складывается. Ну, 90% народа недовольны положением вещей. Соответственно, те политики, которые себя причисляют к оппозиции, хотя я почему-то не вижу их, но они себя причисляют к оппозиции, не присоединяются к этим протестам. Более того, они с сарказмом к ним относятся и поддерживают тем самым власть, хотя они и находятся в оппозиции. Как тебе показалось, какова ситуация на этом фронте? Будут ли вот эти маленькие партии присоединяться к партии коммунистской? Не к партии коммунистской, а к протестам вообще, к протестной волне. Попытаются они разыграть собственную карту? Попытаются они пойти на переговор с партией коммунистов, как это было раньше, когда они требовали чуть ли не каждый себе требовал премьера? Как ты видишь вообще эту ситуацию? Я думаю, что присоединяться к протестам, которые возглавляет партия коммунистов, как единственная способная к этому оппозиционная сила, на которую принадлежат уже далеко не ей, возмущены все-таки не 30 тысяч коммунистов, а возмущены огромное количество населения. Больше, я думаю, 84%, которые говорят в социологическом опросе. И присоединяться будут люди разные, вне зависимости от политических убеждений. И сейчас, если мы говорим о каких-то информационных поводах, исключениях, что в том городе примар от такой-то правящей партии или в том селе состав совета, в этом регионе там целая организация, то дальше это может перестать без исключения из правил, а может стать данностью. Тот факт, что будут выходить броняки от правящих партий. Пойдет все снизу? Да. Потому что пока вот эти оппозиционеры, не знаю, стоит их называть, не стоит, потому что эти партии очень мелкие. Я считаю, что стоят. Почему? Мы можем их обсуждать, должны все эти додонята. А их тоже можно разделить на две части этих условных оппозиционеров. Их можно разделить на две части. Это первая часть и основная часть из них, это все отщепенцы от партии коммунистов. Это люди, которые предали эту партию. Благодаря ею, многие из них, благодаря этой партии, попали в парламент и сейчас имеют собственные политические проекты. Не знаю, может ли идти речь о совместных протестных акциях, вот с этими ребятишками? Во-первых, кто им это позволит? Не стырный коммунист со стороны их реальных хозяев? Во-вторых, кто к этому стремится, опять же? А их реальные хозяева не захотят использовать их в качестве троянских коней? Или это слишком сложная комбинация для их реальных хозяев? Вопрос в том, что сам избиратель не особенно поверит таким троянским коням. Даже речь не о коммунистах. Если завтра партия коммунистов вдруг резко всем составом хотя бы руководства станет не с той ноги или им всем на голову придет кирпич, и они вдруг скажут, давайте договариваться с Додонным и Мишином, то я боюсь, что все руководство партии коммунистов будет понято на виллу своими же сторонниками и рядовыми членами. Но есть еще другие маленькие партии. Стоит ли вообще, вот часто говорят об объединении этого Левого фронта, Шеллины, Горбузы и другие мелкие партии. Есть ли смысл с ними вести? Они все ждут, чтобы партия коммунистов пришла к ним и предложила какие-то переговоры, какие-то условия, наверное. Партия коммунистов неоднократно взялась призывом ко всем гражданам неравнодушным, ко всем общественным и политическим силам. Я думаю, что непарламентские партии сегодняшние, это скорее общественные организации, которые просто внесены в реестр политических партий, говорить там о каких-то переговорах, как на равных, ну вот пробовали что-то такое Шеллиным сделать, потом что-то пошло на вопятную, непонятно. Но вопрос в другом. Как-то слишком долго ПКРМ как-то к этому призывало, какие-то меморандумы еще что-то сделать. Вопрос зачем? Это потеря времени и сил. Потеря времени и сил, и даже не потому, что я сейчас не буду говорить, такие вот плохие эти непарламентарии, так вот не хотят. Дело не в этом. Не в этом дело. Вопрос в другом. Вообще, насколько они вообще контролируют какие-то оригинальные представительства, у кого что осталось? А у них есть оригинальные представители? Не только коммунисты, коммунисты есть, асдеки говорят. Если, допустим, завтра группа коммунистов начнет активно голосовать за все проекты, против которых активно выступает ПКРМ в целом, то есть против позиции партии, их исключат всех, а, допустим, социал-демократы могут запросто это сделать, и никакой Шеллиным не указ. Вещь, по большому счету, идет на местах о каких-то местных функционерах, зачастую, которые там уже много лет функционерят, избираются в совет от разных партий. Они, допустим, не хотят присоединяться ни к коммунистам, ни к Филату, ни к Плохотнику, ни к ГИМПу. Ну, достаточно удобно идти по спискам какой-то непарламентской партии, когда вопрос их интересует как юридическое лицо, которое внесено. Для того, чтобы не собирать подписи. Да. Потому что иной раз бывают случаи, когда в небольшом селе собрать подписи трудно. Даже к кандидату, который уверен в своей победе, который 100% возьмет 50% в первом туре. Но собрать подписи для него все равно трудно. Село небольшое, люди разъехались. Ладно, бог с ними, с этими непарламентскими партиями. Действительно, это их дело. И иногда есть более представительные, даже неправительственные организации, которые могут собрать больше людей, чем иные партии. Как тебе первая неделя протестов, как тебе показались вот эти... Прошлый четверг у парламента, на этой неделе перекрытие в шести точках трассы. Ожидание завтрашнего четверга, который я считаю очень важным. Завтрашний протест я считаю очень важным. Он будет во многом определяющим. И если завтра не будет площадь, это полна людей, вот перед дворцом правительства, потому что там не так много людей нужно на самом деле. До пяти тысяч, наверное, и будет все переполнено. Я боюсь, что ребята во власти, они не почувствуют действительно своей нелегитимности. Они солидарны, они сейчас тоже боятся. Говорят о том, что они готовы даже были отменить парламентское создание на завтра. Это интересный ход. С одной стороны, если бы они это сделали, они бы поставили в интересное положение протестующих завтра. Но с другой стороны, они бы в более интересное положение поставят сами себя, если это сделать, потому что они признают, что они боятся. То, что они боятся, я вижу. Я думаю, что это видно всем невооруженным глазом. Другое дело, что мы этого им еще пока не показываем. Мы-то не приходим на площадь, чтобы показать им свое презрение. Нас мало. Или сколько в прошлый четверг было людей? Я сам не был в редакции. Я тоже не был, потому что я себя плохо чувствовал. И поэтому я в этот четверг обязательно пойду. От каждого из нас зависит. Тут важный аспект. Понятное дело, что мне вообще довольно забавно было некоторые такие любители срывать покровы. С оппозиции, конечно, с власти это опасно. Всем же понятно, что эти первые протесты, это была просто прелюдия к какому-то основному. Вот-вот-вот, посмотрите. В принципе, это было с самого начала. Понятно, что так оно и будет. Когда нет ни одного телевизионного канала, хоть как-то представляющего оппозицию, когда все остальные замалчивают. Все. Естественно, что нужна какая-то серия сначала небольших пикетов для того, чтобы люди же привлекли к тому, что дальше будет. Как иначе прорывать информационный вакуум? И пикеты были разные у парламента. Я общался с людьми, которые в них участвовали. Сказывают разные мнения. Кто-то считает, например, что был хороший пикет у Молдовы УНУ, а у парламента так себе. Кто-то наоборот. Кто-то считает, что все было хорошо, дальше так. Кто-то считает, что кто-то так себе, но нужно собирать больше. Факт в том, что люди даже спорят по этому поводу. Доходят до весьма жестких споров, даже до взаимных оскорблений иного раз. Но в принципе, областной подвески для них идут все вместе. Да, нужно выходить в любом случае на общий протест. Другой вопрос, делать это сразу или через, допустим. Но счет идет, грубо говоря, на дни и на недели. Спор только в этом между людьми. Естественно, что когда речь идет уже о чем-то необычном где-то, тут молчат уже полностью все каналы, как пример с этим перекрытием трассы, за которую ты спросил. Молчали про перекрытие трассы в Новотроицком. Сегодня публика, как написал, я уже не помню, кто в зале сети, публика спустя неделю после первой ситуации с трудом добралась до Новотроицкого. Проехалось сколько сорок или сколько километров. Почему мы так много внимания уделяем публике? Публика – частный телеканал. Какая проблема в публике? То, что она принадлежит по лохотнику? Ради бога. А проблема в том, почему тогда нит закрыли, а их нет? А, вот и так ставишь вопрос? Да. Потому что я его в этой плоскости не рассматривал. Если у нас частный канал имеет право все, что угодно, тогда хорошо, но почему тогда только нит закрыт? Причем… Вот этот вопрос остается риторически. Ты знаешь, я вот в этой плоскости не думал о публике никогда. Да, мерзопакостное мероприятие, с тех пор был отличный телеканал, до тех пор, когда-то, пока не пришли деньги Плохотнюка, а сейчас уже и управленцы Плохотнюка. Сейчас это все, это мерзопакостное заведение. Но я вот все время сидел, думал, ну что так много времени уделяет публике? Ну сидят там эти ребята на харчах Плохотнюка, манипулируют общественным мнением. Вначале очень тонко, красиво, сейчас примитивно, как и все остальные каналы Плохотнюка и масс-медиа Плохотнюка. А вот в этой плоскости не рассматривал. Да, действительно, закрыли нит. И самое интересное, почему все-таки, я считаю, нит закрыли. Говорят, там показывают много оппозицию. Да я готов поспорить. Если бы канал нит показывал 24 часа подряд только фотографии Владимира Воронина, его бы не закрыли. Он показывал проблему. Вот именно, он показывал проблему. Чем устраивают друг друга эти каналы? Они же типа соблюдают пролерализм, потому что иногда позволяют себе каналы там, или позволяли каналы Филата ругать Плохотнюка, сейчас они не позволяют. А каналы Плохотнюка позволяют себе ругать Филата. То есть, они могут... Филата не существует, его министров. Они, его министров, его партию, грубо говоря, его политический проект. Они позволяли себе даже показывать друг друга в неприглядном виде, как они ругают друг друга в парламенте. Какие-то фразы там гимпу друг про друга. Ну, вроде как бы такой скандал в огромном семействе. Это у них обзывается плюрализмом. Но они не показывают, сколько школ закрыто. Они показывают, что происходит в Новотроицком. Они показывают другие такие вещи. Почему закрыт нит? Потому что на нем показывали коммунистов? Нет. Если бы коммунистов показывали, они бы это спокойно терпели. Закрыл нит потому, что показывал сюжеты смет, закрытая школа. Это связано. Потому что они показывали коммунистов. Коммунисты всегда возмущались, как нормальная оппозиционная партия. И они говорили о том, о проблемах, которые существуют в стране. И сейчас бы, если бы, и сейчас нужен, и всегда нужен оппозиционный канал. Он нужен, власть еще сама не понимает, что ей нужно. Просто эта власть слабая, она мизерная, она никакая. Но власть, которая, в принципе, осознает, и пришла надолго, и осознает, что власть не может не быть злом. Оно есть зло изначальное. И те люди, которые приходят во власть, должны понимать, что они будут делать много хорошего. Но их будут воспринимать как зло. Мы нищая страна, здесь по-другому не может. Если власть ненавидит здесь только 50%, это огромный успех власти. И то, что доказали коммунисты, что 50%, 50% до 60% максимально считали, что страна идет в неверном направлении. Сейчас это 90%. Это где-то дошло до такого уровня. Ну, неважно. В 2007 году, когда ПКРМ находилось наиболее неприятное мерить себя состояние в период охранения власти. И я считаю, что это нормально в такой бедной и несчастной стране, как наша. А в остальное время больше 50% обычно не было. Вот сейчас эти антирейтинги бешеные. Просто 90%. И если мы уже говорим о телевидениях, а телевидение – это важный инструмент, то я каждый раз говорю об этом. Меня не раздражает то, что телеканалы все принадлежают Плохотнику. Вернее, не все. Меня не раздражает то, что у Плохотника 4 или 5 телеканалов. Меня раздражает, что все телеканалы принадлежат Плохотнику. Меня раздражает, что в этой стране сейчас нет права выбора. Потому что если говорят о так называемых каналах Филата, хотя Филату не принадлежит ни один телеканал, то они не создают альтернативы. Безусловно. Меня еще больше возмущает, что Плохотнику по сути панели лежит общественная телерадиокомпания, которая, к слову, до сих пор, что интересно... Там момент такой интересный. Насчет общественного телеканала. Он как бы формально принадлежит Плохотнику, потому что он контролирует наблюдательный совет. Но я по их политике не вижу. И директор. Но я не вижу, Олег, по их политике, редакционной. Или Плохотнику плевать, что показывает Молдова-1. И его гвардейцы не занимаются этим телеканалом. Хотя его гвардейцы не занимаются и его телеканалами. Потому что то, как они бездарно используют свои телеканалы, это просто отдельная дискуссия. Но Молдова-1 просто пустили на самотек. Молдова-1 на таком уровне деградации, на котором никогда не была. Потому что этот канал уже, в принципе, был заготовлен властями для того, чтобы его сдать. У них уже все это подготовлено. Они и канал собираются сдать. Речь идет не о том, чтобы его там просто продать. Речь идет о том, что телерадио Молдова сначала будет с законом разделено на отдельное телевидение и отдельное радио. Вроде бы уже другие две компании, действующие по другим законодательным актам, в связи с чем можно спокойно продать землю, вывезти то, что не успели украсть. А ведь, господи, мало как будто они настрадались. В 90-е годы на полном серьезе этого несчастного телевидения в 90-е годы успели даже украсть зеркала из туалетов. Это не шутка. Вот сейчас что-то там сейчас могли восстановить в 2000-х годах. Сейчас снова весит комплекс, весь транспорт, всю аппаратуру, все это будет вывезено. Все под видом металлому куда-то продано. И спокойно будут на этом месте красоваться офисные здания, парковки и складские помещения. И вот в чем парадокс. Этот канал сейчас еще существует, и эта телерадиокомпания существует только потому, что есть сильная оппозиционная партия в лице по КРМ. Поэтому еще его так вот и держат, в таком уже деградированном состоянии. Ну что просто на всякий случай. Был еще один агитационный поток пропагандистский. Более слабый. Разумеется, он более слабый, потому что невыгодно хозяину или хозяевам частных телеканалов, чтобы было сильно общественное телевидение. Деньги рекламы опять же. Ну если у них забрали даже чемпионс лиг. Да. А если не станет коммунистом, не станет каналом сразу же, моментально его уничтожат. Несмотря на то, что у нас все телевидение, все, повторяю, более-менее значимое, эфирное, находится в захваченном состоянии. И в таком состоянии будет находиться, пока не изменится власть. Жители Молдовы узнают, естественно. Они общаются между собой, они узнают о том, что в таком-то селе перекрыли дорогу и спасли школу. В таком-то селе вышли против власти и удалось что-то другое спасти. И вот как пример можно привести собрание граждан Чедерлунги. А затем у Камрата. А затем и в Камрате, да? Тоже прошло. И там люди собрались, невзирая ни на какие политические предпочтения высказали свою позицию. Но их гагаузы все-таки как-то вместе удерживают вот эту идею таможенного союза. Они очень близки же к России, потому что они поставляют все, что они производят, практически поставляют на Россию. Если закрыть российский рынок, то гагаузи, я не знаю, что произойдет с гагаузией. Единение просто блестящее. Я просмотрел, я сам не был Чедерлунги, тогда я просмотрел все видео оттуда. Список, грубо говоря, людей, которые приняли участие в миссинге. Выступивших или просто принявших участие. Или поддержавших. Весь городской совет, которому представлено шесть политических партий, единогласно. Примар, член Национального совета Демократической партии Молдовы. Поддержал это, выступил сам на миссинге. Тоже. Председатель районной администрации, сторонник Формозала. Не выступал, присутствовал, но принял участие в миссинге. Выступали все три депутата Народного собрания Чедерлунги. Коммунист, демократ и либерал-демократ. Все трое выступили. И все трое были с точки зрения одно. Вы выступили, опять же, сторонники Формозала, сторонники. Внепарламентская и тот же СДПМ Шелина. Сторонники отделения Гагаузии там даже тоже говорили об этом. Аксакалы, участники становления Гагаузской автономии, Гагаузской еще республики 90. Абсолютно все, грубо говоря. Совет ветеранов, СТС, Тарейшин, две разные организации. Абсолютно там невозможно вспомнить никого, ни одной социальной присутствии в Чедерлунге, чтобы от нее не было там представителя. Я не могу сказать, что там было так много людей на этом сходе. Это было сразу же после этих ливневых дождей, которые сильно как раз по Гагаузии прошлись. Поэтому людей было не настолько много, но там были представители всех. То есть это был весь город в миниатюре. Абсолютно весь. А в Камрате? В Камрате я еще не успел посмотреть все видео, но там тоже были представители разных сил. Но не было вот примара Камрата Николая Дудогла и его окружения. Они называют своих, в том числе и своих, они называют тех, которые выступают за заможенный союз за референдум проплаченными провокаторами. То есть в том числе своих коллег по демократической партии Молдовы. В Чадалунге выступили представители один старый демократ, один бывший коммунист, получается, и один бывший социалист. Три разных демократа выступали. А как ты думаешь, на примере Гагаузии можно анализировать ситуацию в Молдове? Или все-таки это совершенно разный регион и совершенно... Я думаю, что он разный, поэтому там это начинается раньше. Но то же самое произойдет в других местах. Мне понравилось, как сказал представитель городского совета Чадалунге Константин Келиш. Единственный ГГУ здесь человек, руководитель Конифермы, которого сейчас власть пытается закрыть. И тоже депутаты ГГУ за парламент встали за ее защиту. Двое коммунистов и двое представителей правящего альянса. Он сказал, когда народ голосовал за декларацию, схода граждан в пользу таможенного союза и в пользу отставки прилиста. Он сказал, я убежден, если бы во Флорештах сейчас проходила такая акция, и на вопрос, быть ли в Молдове с таможенным союзом или идти в Румынию, тоже был бы лес рук поднят так же, как и у нас. Опять же, в чем аспект? В ГГУ сейчас разделилось все на подавляющее большинство и агрессивное послушное меньшинство. Во главе с этим примаром Дудогло, который бравирует тем, что он такой близкий к плохотнюку человек, называет всех проплаченными провокаторами, во всем обвиняют. Какая интересная ситуация получается? Посмотрим по столинам примарам. Дудогло что-то заявлял о том, что он недоволен политикой Демпартии. Даже Дудогло вообще-то... Я такого не помню. Да? Значит, что получается? Примар Единец. Известный человек Константин Кажекару, который все время выиграл выборы у достаточно сильного примара или недороженческого коммуниста, не за счет, скорее, рейтинга Демпартии, а за счет своего собственного известности в городе. Там сильные всегда в Единцах проходят баталии между коммунистами и демократами за счет того, что с обеих сторон очень уважаемые люди. Вот он председатель сообщества местных избранников демократов. Сообщество достаточно большое. Там есть люди, которые с 90-х годов избираются в советы или примарями, и приватник, говорится, на плохниках и теле. Вот он, когда примары выходили выступать против Альянса с требованием улучшить работу примарей, и в основном это были представители маленьких сел, у которых действительно трудно. Но вот он, примар достаточно крупного, гордо, экономического центра Единец, вышел тоже вместе с другими демократами. Примар Хничешт Ботнер, который достаточно выиграл чуть ли не с первого тура, последние выборы. Кажется, все-таки со второго, но уже в первом было понятно, что отрыв там большой. Он до этого был в СДПМ, старый еще другой какой-то партии, ну, старый, получается, политик местного уровня. Он сейчас требует от, и первозащитники об этом разошлось видео, он требует от своего противного руководства, чтобы они показали обществу текст проектов соглашения с Европейским Союзом. Он недоволен. Почему? Это скрывается от общества. То есть в Демпартии назревают такие мини-бунты? Примары, вот, пожалуйста, примар Чедерлунги, Георгий Арманжи, известный бывший депутат Народного Собрания, известный человек, ну, он врач. Он, правда, сейчас известен еще парой скандалов, связанных с ним. Но это то, о чем мы с тобой говорили. Потому что даже вот уважаемым людям, в конце концов, тщат на голову и говорят, веди себя нагло, потому что там ты демократ, грубо говоря. Но он сейчас уже тоже, понимая все, что происходит, что в городе у него что-то не слишком хорошо все идет, а ему не особенно помогают, как примару, а скорее просто требуют того, чтобы прийти к лояльности. Он сейчас выходит, получается, и тоже на этот митинг со всеми. И только примар Дудогла, который называет себя другом Плохотнюка, говорит, что все проплаченные провокаторы. То есть даже в самой демпартии есть большинство, которые всем недовольны, и есть агрессивно послушное меньшинство, которое считает себя настолько близким к телу вот этого паучка-плохотничка, как его назвал депутат парламента, очень известный. Да, кто? Паучок-плохотничок. Я не слышал. Нет, как его назвал один известный депутат. Но кто его назвал так? Это известный человек. Мне кажется, все отъявители. Я просто хочу, чтобы наши зрители после этого залезли в ПСК БИК и поискали еще его заявление. Давай, поставим. Там такой колоритный парламентарий, что можно и другие его заявления почитать и посмотреть. Ну и паучок-плохотничок красивый. Да. И агрессивно послушное маленькое большинство, я уже какой-то пятый раз это повторяю, эту фразу. Агрессивно послушное интересная фраза. Просто я говорил Попов фразу, агрессивно послушное большинство повторял тоже очень много раз в парламенте, еще в Верховном Совете, последнем СССР. Пускай эта фраза... Эта фраза идеально подходит не только к паучку-плохотничку и его бригаде. Идеально подходит к бригаде, которая сейчас называется властью Молдовы. Только у них другие хозяева. Они не паучки-плохотнички, а другие паучки, не менее кровососные. Но действительно, мы с тобой должны говорить не о паучках-плохотничках, хотя о них постоянно надо говорить. Потому что они слабенькие, и им кажется, что они очень сильненькие, потому что мы еще слабее. Постоянно нужно о них говорить, потому что у таких вот плахотничков, всеми ненавидимых, есть только одна сейчас цель. Не обелить себя, а просто постараться, чтобы о них не вспоминали. Или всех вокруг них очернить. Но по возможности, чтобы о них самих не вспоминали. Потому что, ну, я не знаю, когда в последний раз была новость о том, чтобы что-то делала ассоциация деловых людей, Адриана Канду имени Плохотнюка, или Афон Дедельвейс какой-нибудь там небольшой столовой, уже нету этих новостей, они понимают, что ни в коньяк корм, ничего не поможет. Но да. Народ просто посмотрит, как где-то Плохотнюк открыл столовую, и скажет, споршивовцы, хочешь расциклок. А может быть, скажет погрубее. Плохотнюк уже, он назвал себя пастушком, но его называют другим. Было бы неплохо, чтобы народ сказал им это в лицо. А шансы это сделать появились сейчас, когда вот эти пошли протесты организованные. И когда вот в четверг, завтра, то есть в 10 утра, в 9.30, перед зданием парламента можно прийти и сказать в лицо. Можно. А пока они будут проходить в зал заседания, ты им в лицо. Вот это твой единственный шанс, сказать им в лицо. Скажем так, виртуальный плевок в лицо вот этой власти. За все, что они делают. За как они издеваются над этими детьми. Закрываем школы. Виртуальный вполне реальный. Уже не в интернете, а прийти просто. Я не имею в виду, что обязательно нужно плевать. Я сказал для красоты слогу, потому что все-таки мы в телевизоре. Нет, просто я думаю, если все недовольные сейчас плюнут по разу в эту власть, а 67 депутатов несчастных, не то что захлебнутся, они утонут, бедняги. Ну, я не желаю зла людям. Да, словно. Этим депутатам я ничего нехорошего тоже не желаю. Если говорить о настроениях, вот ты задал вопрос про закрытые трассы, а я взял и ушел в другую степь. Ну, потому что это степь одна. Это степь одна. Мне, как журналисту... Одни закрывают трассы, а другие паучки-палахотнички, его же не понравилось. Или агрессивно-послушные, я уже буду вычитывать. Агрессивно-послушные меньшинства, потому что решают, что делать. И абсолютно плюют, реально плюют на этих людей, которые... Это же последний крик души, когда человек выходит на дорогу и закрывает трассу. У нас нет этой традиции. Это как бы противоестественно для нашего внутреннего... Это же как человек должен внутри себя перестроиться. У нас даже во времена тем движения конца 80-х я не помню, чтобы перекрывали. Никогда этого не было. Никогда. Потому что это... И сейчас, как же человек внутри должен себя перестроить для того, чтобы выйти и перекрыть дорогу? Он же понимает, что там едут люди. Они создают неудобства для этих людей. И мы, как все, как воспитанные нормальные люди, мы понимаем это. Но мы вынуждены, потому что это последний крик души, мы вынуждены перекрывать дорогу для того, чтобы как-то обозначить свой протест. Это дело. Я, значит, как журналист побывал на одном из тех точек перекрытия трассы, которые прошли, вот когда в 6-й одновременно. Я был возле села Валипершич, Мишлиевского района. Там были жители села, и они первые выступали. Вытащили, в общем, мне кажется, явно был такой намек, вытащили ящики с виноградом и яблоками на трассу. Показать, чем они особенно недовольны. То есть, этой политикой властей, которая довела до эмбарго и может довести до чего-то еще более... Ну, значит, что мне действительно поразило. Значит, выстроились, там были, естественно, представители этих пляжей, сел Чемишлиевского района, были соседи из Ханчешского, из Камрадского, из Бессарабского. Приехала группа небольшая, но подготовленная студентом из Кишинева, естественно. Просто почему бы нет? Как говорится, почему бы не помочь? Значит, что меня поразило, значит, сначала люди выстроились вдоль дорог, с двух сторон, сделали такой коридор, и вот проезжают водители, проезжают водители на фурах, проезжают маршрутчики, казалось бы, они видят, что там какой-то коридор, что должен сделать в результате водитель? Ну, наверное, скорее всего, я так и предполагал, что они будут давать по газам, чтобы поскорее проскочить, пока там не прикрыли ничего. Они сбрасывали газ, они даже сбрасывали скорость, они проезжали там, осматривали, махали руками там из маршруток, из этих фур, поддерживали. Не прям все, а когда дорогу закрыли, какая была реальность? А когда была закрыта дорога, ну ее закрыли на самом деле, тут некоторые эксперты и аналитики пишут про то, что коммунисты своим протестом, вернее, не коммунисты, там были просто сторонники, что сторонники коммунистов, перекрыв в шести местах трассу на Т-15-20 минут, что они прямо чуть ли не похоронили всю молдавскую экономику. То есть там чуть ли не такое, прямо террористский ужас. То, что наши горе ребята во власти похоронили экономику, подписывали всякие документы, это нормально. А всем виноваты коммунисты, которые тут на 15-х, террористические акты тут устраивают, черт и что. Не террористические, у них маньяки там все. А я посмотрел, да, Брейвики, Миша Амерберга с Брейвиком уже сравнили. Господи, да хорошо, еще что с императором Нероном. Значит, в чем тут тоже аспект, все спереди еще. В чем аспект, когда перекрыли вот на 15-20 минут трассу, меня тоже поразило, ну, фур там было не так много. Получилось так, что большинство фур и маршруток проехали, когда еще был этот коридорчик. А когда вот на эти 15-20 минут перекрыли трассу, вытащили ящики, скопилось, там заправочка рядом была, ну, достаточно широкое поле. Плохо от непонска, кстати. Вот я, кстати, не помню. Ну, неважно. Я помню, я все время путаю этот Петров с Петровым. Значит, значит, на этой заправке начали выставить какая-то часть легковых машин в основном. И ни один не начал возмущаться. Кто-то пошел кофе пить, а кто-то вообще с толпой смешался, там зашел, ну, там не так прям совсем много людей, но сотни людей, тем не менее. Кто-то вообще посмотрел, посмотрел, потом зашел в толпу, что-то посмотрел, кто-то даже покричал, потом вернулись в нормальный цель и поехали дальше. Ничего я не видел. Правда, единственное, что там один какой-то водитель фуры издалека, где-то узнав, что могут перекрыть, рванул там через поле, застоял, помогали водить. Ну, видно, человек уже просто был напуган этой пропагандой на каналах, что коммунисты там вообще уже, что будут творить. Не думаю. Не думаю. А иначе тогда чем объяснить, что он рванул через... Ну, и он спешил и думал, что он рванет через поле. А что ему бояться? Ну, это же прекрасно все понимают, что это бред. И этим терроризмом коммунистическим... Ну, как говорится, один человек на тысячу, который поверит, да найдется. Когда... Находились же такие, которые верили и таких единицы, но такие находятся. В принципе, да. Есть такие, которые верили, что коммунисты едят детей на младенцев на завтра. Да-да-да-да. Абсолютно. Вот один советник Кабратского муниципального совета, такой пишущая машинка для Лудогла, ветеран кучи партий политических, до сих пор в Фейсбуке пишут, что во всем виноваты евреи и объясняют правоту своих слов тем, что он прочел протокол о сионских мудрецов кузнецов. Эту знаменитую фальшивку историческую. Да, они же масоны. Эту знаменитую историческую фальшивку, которая уже больше века и уже все знают, что это фальшивка. Вот такие до сих пор находятся. И находят работу в партии, в агитпропе. Евреев не осталось, а антисемитизм живет. Да, да, да. Для кого-то до сих пор виноваты представители национальных меньшинств. Мне понравилось, как Дмитрий Чебашенко сказал в одной из своих статей. Какие уже национальные меньшинства виноваты, когда столько лет не было ни одного их представителя во главе парламента, правительства. А если там и были министры, то единицы, считанные единицы за 20 лет. Но тем не менее, кто-то должен быть виноват. И врага нужно найти по теории и внешнего, и внутреннего. И они вот нашли внешних врагов найти легко. Это или Россия, или Румыния. Или и Россия, и Румыния. И уже для некоторых Евросоюз. И внутренних врагов очень нашли вот эту пугалку, придумали пугалку про коммунистов еще в 90-е годы. И она неплохо легла. Легла неплохо. Но сейчас, наверное, все меньше и меньше народу ведется. Последнее парламентское свидание меня вообще поразило. Если поверить Стрельцу, этому варьеру, так виноваты уже и авторы социологических опросов. Он говорит, что подавляющее большинство, он говорит, разделяет курс правительства и довольны им. Но некоторые революционеры, заявляет Стрелец, тут пытаются нам строить новую Октябрьскую революцию, ссылаясь на данные фальшивых опросов. У Стрельца, наверное, едет крыша. Потому что все фальшивые опросы делают или либерал-демократами, или демократами. Мне стало так обидно за Аркадия Барбароши, за Дору Петруцци. Они, наверное, страшным снием могли себе представить, что Стрелец такое заявит. Который очень плодотворно сотрудничает что с Плоховником, что с Филатом. Теперь, оказывается, это не авторы фальшивых опросов. Блестяще. Может, они уже пойдут и... У них крыша уже едет, точно. Они уже не знают, что делать. Тогда возьми случай Михаила Амерберга. Сначала пытались склеить из него маньяка. Потом пытались склеить из него террориста. Не получилось ни одно другое. Стрелец вызывает парень из власти. Вызывает Гурина, вызывает Ричана в парламент. Ричана в ход с пресс-конференции, но в парламент не является. Отписку какую-то делу. Действительно, Гурина говорит, что у него тайна следствия. То есть у ребят и ребятам просто они дали задний ход. Это понятно. И это дело попытаются замолчать, то есть чтобы о нем забыли. Потому что у них не будет аргументов. Они попытались пойти по версии. Я не знаю, почему они остановились. У меня нет объяснения. Но они реально остановились, потому что они пытались маньяк дурлеский это глупость несусветная. А вот идея с приклеением Ирлока террористов к коммунистам это неплохая идея. Просто мне кажется, что там что-то такое могло произойти. Гурина, он просто прокуратуру знает плохо. Вот он, наверное, нас собрал всех прокуроров и начал пытаться маловероятно. И дал им этот пластмассовый муляж гранатомета, который был. Маловероятно. Олег, там схема другая. Там паучок, плохотничок если дают указания, то у них они просто не обсуждают, они выполняют. Но видимо паучок, плохотничок дал указание доказать, что пластмассовый гранатомет стреляет. Они все собрались, возились, возились. Они испугались вот этого парламентских слушаний, которых сами объявили. Они сами испугались. И они подумали, что им выгоднее замолчать этот вопрос, чем поднимать этот вопрос. Потому что он был настолько смехотворен. И видимо они подумали, что... идея по большому счету неплохая. Я сейчас говорю с их точки зрения. Привязать терроризм к протестам, но просто это сделано было настолько нелепо, настолько безграмотно, настолько безидейно, скажем, и безинициативно, потому что трудно было здесь что-то придумать. Если они привязались к этому муляжу гранатомета из картона, и потом им самим наверное стало они сами поняли, какую они тупость допустили. А теперь надо об этом говорить все чаще и чаще. Не надо давать этому делу замолчать. Об этом надо говорить. Незусловно. Потому что крышей это. В общем, вот сегодня буквально за пару часов изнеска предоставила эта передача были задержаны в Рашкановке четверо активистов оппозиционный ПКРМ за распространение листовок с призывом выйти на мирный протест к зданию парламента. С какой формулировкой? Что они раздают не в том месте где положено? То есть объяснили нарушение... А в каком месте положено и в каком месте не положено раздавать листовки? Я не знаю. Наверное в подостройной реальности положено раздавать листовки. Или если какие-нибудь другие листовки то может быть положено в любом месте. Ну это еще одна глупость. И чем больше таких глупостей будут совершать тем лучше. Потому что задержать свободных граждан за то что они раздают листовки... С призывом к мирному протесту? Да с призывом естественно к мирному. А к какому еще ты можешь призывать протест? Протест он может быть только мирным. Я думаю если бы раздавали листовки с призывом к насильственному протесту против коммунистов с призывом даже убивать коммунистов никто бы их не задержал. Ну они бы сами их раздавали потом. Но вообще И об этом надо говорить, полиция ведет себя адекватно и корректно. То, как ведут себя их руководители, это другой вопрос. Но сами полицейские, простые офицеры, рядовые, полицейские, ведут себя абсолютно адекватно и нормально. Потому что они часть общества, они пласт этого общества. Ну хорошо, Олег, наше время на сегодня стекло. Спасибо тебе за сегодняшнюю беседу. Мы обязательно к ней вернемся. Уважаемые телезрители, не забудьте, пожалуйста, что те из вас, кто неравнодушен к тому, что происходит в стране, мы с Олегом вас призываем. Я думаю, что Олег завтра, несмотря на то, что он занят, наверное, придет все-таки завтра к парламенту. И я приду обязательно завтра к 10 парламенту, чтобы просто высказать свое возмущение и показать им свой гнев. Всего доброго, желаю вам хорошего вечера, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!